Мороз и солнце. День чудесный. Ещё ты дремлешь, друг, прелестный. Привет! Вы на канале МАДИ. Сегодня пятница, 5 ноября. Мы с вами находимся в городе Алматы. В начале недели, в понедельник, 1 ноября, Алматы вышла с красной зоны и перешла в жёлтую. Но пока эту неделю мы ещё живём с ограничениями, которые при красной зоне. Уже с понедельника начнут действовать новые карантинные правила, соответствующие в жёлтой зоне. А сейчас мы с вами пройдём в Магнум, попробуем пройти без ошибки. Вот, как вы видите, никто у нас ничего не спросил. Мы благополучно прошли. Вот тут хочу обратить ваше внимание на цены на капусту. Смотрите, у нас капуста 91 тенге за килограмм. Если она вот так, и та же самая капуста, только в плёнке, уже в 205 тенге. Кто поторопится, может даже этого не заметить. Интересный факт. Смотрите, вот 653 тенге стоит сметанно Амирановской. Есть, смотрите, вот такая полка с утренёнкой. 169 тенге упаковка может стоить. 287 раз. А ещё вот такая новость спортивно-развлекательная. Уже сегодня открылся каток Медео. А завтрашнего дня запустят экспресс-маршруты. От дворца спорта имени Балуана Шалака до катка Медео. Стоимость проезда будет 200 тенге. Ездить такой автобус будет с 9 утра до 7 вечера. Вот получается, вы сядете на дворце спорта, садитесь, потом две остановки, третья уже Медео. Также, как обещают, 12-й автобус будет ездить до половины первого ночи. В выходные дни станут чаще ездить поезда в метро. Вместо 10 минут сделали интервал всего 7 минут. Как вам такая новость? А ещё Боржан Сагентаевс предложил переименовать две станции метро. Они ещё не запущены в ход. Одна станция, которая уже почти закончена, которая будет находиться на обае Мамушулы, он предложил назвать станцией Мамушулы. Но я считаю, что не лишено смысла по тому, как находится на улице Мамушулы, а назвать её хотели станция Достык. По тому, как у нас существует проспект Достык и была бы путаница. А всё-таки проспект Достык совсем в другой части города находится. Также станцию Восточная он предложил переименовать станцию Карасай. Но тоже не лишено смысла, потому что эта станция будет находиться на границе Карасайского района Алматы. Вот тут у нас Диана с красными глазами от вспышки. Снег хрустит. Ну всё, короче, товарищи, вы все попадёте в сегодняшний выпуск моих новостей. Раз вы тут столпились. Вот такие, короче, пробки. Вон нас чуть не задавили. Ибо нефиг ходить по велосипедной дорожке. Ещё едет. Это-то чемодан. О, это так троллейбус ныгнул своими рогами. Вот таким был у нас сегодня день. Вот такие новости я вам рассказала. Если считаете, что информация была вам полезна, ставьте лайки, подписывайтесь на нас, жмите на верхний колокольчик. И тогда вам будут приходить уведомления о новых видео от нашего канала. И вы нас точно не потеряете. Всем спасибо за внимание. Мира и добра вашему дому. До новых встреч. Пока-пока. Берегите себя и своих близких.